Техника иконописи подготовка доски к грунтовке. Подготовка доски к грунтовке заключается в следующем, если доска очень гладкая, ее лицевую сторону следует зазубрить, для этого существует специальный инструмент цикля, похожий на обыкновенный рубанок, но его лезвие имеет мелкие зазубрины, когда таким инструментом проходят по доске, зазубрины оставляют на ней бороздки, таким образом ликвидируется гладкость доски, это делается для того, чтобы паволока, а с ней и грунт держались крепче, такой инструмент легко сделать, каждому надо запастись пилками от лобзика, подыскать обтесанный кусочек бруска, наподобие рубанка, и загнать в одну его сторону пилку, оставив снаружи только лезвие, если под руками нет такого инструмента, лицевую сторону доски можно просто неглубоко процарапать в разных направлениях каким-то острым предметом. Шилом, скальпелем или ножом глубоких царапин надо избегать, они могут вызвать в грунте трещины. Техника иконописи подготовка доски к грунтовке. Подготовка доски к грунтовке заключается в следующем, если доска очень гладкая, ее лицевую сторону следует зазубрить, для этого существует специальный инструмент цикля, похожий на обыкновенный рубанок, но его лезвие имеет мелкие зазубрины, когда таким инструментом проходит по доске, зазубрины оставляют на ней бороздки, таким образом ликвидируется гладкость доски, это делается для того, чтобы паволока, а с ней и грунт держались крепче, такой инструмент легко сделать, каждому надо запастись пилками от лобзика, подыскать обтесанный кусочек бруска, наподобие рубанка, и загнать в одну его сторону пилку, оставив снаружи только лезвие, если под руками нет такого инструмента, лицевую сторону доски можно просто неглубоко процарапать в разных направлениях каким-то острым предметом, шилом, скальпелем или ножом глубоких царапин надо избегать, они могут вызвать в грунте трещины, если на доске, особенно если это старая, совсем утраченная икона, есть какие-нибудь выбоины, выпавшие сучки, прожженные места, то все эти изъяны следует исправить, выпавшие сучки и глубокие выбоины лучше всего заделать в клейкой хорошо, подогнанных кусочков дерева или массы просеянных и смешанных с клеем опилок или густой кашицы из мела с клеем в последнем случае это место сначала надо проклеить горячим клеем и просушить, прожженные места необходимо тщательно вычистить до дерева и также заровнять, если в новой доске на лицевой поверхности есть сучки, особенно часто они бывают в кипарисовых досках, их необходимо выбрать и заделать деревом на клею у сучков есть свойство при сыхании древесины сами они не сыхаются выступать из поверхности доски, если их оставить, впоследствии они выбьют и грунт, для дальнейшей обработки доски подливказ необходим прежде всего клей обычно пользуется клеем животного происхождения, столярным, желатиновым, рыбьим, столярный клей получается из выворки костей, кож, сухожилий и он бывает разных сортов и названий, кожный, шубный, мездровый, костный, столярный, малярный, гранулированная разновидность столярного клея, несколько иной выработки, все они различны по своей склеивающей силе и эластичности старые иконописцы, предпочитали для грунтов мездровый клей, отличающийся особой крепостью и белизной встречается он и теперь, но прежде чем применять его, необходимо на опыте проверить его свойства, то же самое надо сказать о гранулированном клее более известен по своим свойствам столярный клей в плитках он то прозрачен, это свойство малярного клея, то полупрозрачен, с более или менее темной окраской, в зависимости от степени очистки этот клей размягчается и разбухает даже в сыром воздухе, покрывается плесенью и загнивая, теряет свою крепость, подобные процессы скорее протекают в его водных растворах наиболее стойким в этом, отношение является мездровый клей, вместо клея может использоваться желатина, она получается из выворки шкур животных, имеет два вида, пищевая желатина совершенно бесцветная и техническая склеивающая сила желатины уступает лучшему сорту, кожного клея лучший сорт рыбьего клея добывается из плавательных пузырей хрящевых рыб, белук, осетров, стерляди путем очистки, обработки пузырей щелочным раствором, промывки и просушки на солнце хороший сорт этого клея обладает большой вяжущей силой и эластичностью. Кроме того, он почти бесцветен сорта низшего качества получают из рыбьих кишок, кожи, чешуи, костей при пользовании этим клеем, особенно в грунтах, необходима осторожность, так как его высокая клеящая сила выше, чем у желатины высшего качества и столярного клея может при неумелом обращении с ним способствовать. Образованию в грунте трещин для грунтовки доски необходим также мел, хорошо просеянный, в котором нет ни перемолотых частиц, ни гипс, ни алибастер, ни белила не заменяют в данном случае мела, дающего после окончательной обработки особый эффект глубины и прозрачности. Кроме того, наблюдения показывают, что алибастровые грунты при неблагоприятных условиях разрушаются сильнее, чем меловые, в них происходит разрыхление и распыление левкаса совершенно непригодно для грунта по своему составу так называемое. Побелка заводского изготовления для покраски стен и печей, если под руками имеется мел только низкого качества, плохо молотый, с большим количеством песка. Сора, всегда есть возможность очистить его путем отмучивания, этот процесс заключается в следующем. Берут два сосуда и в один из них насыпают на одну треть мел, заливают водой до половины сосуда и не спеша размешивают. Давая мелу раствориться в воде, вода приобретает белый цвет, на поверхность всплывает легкий сор, на дно оседает песок сор, следует собрать и выбросить жидкость, переливают во второй сосуд. Процеживая через марлю оставшуюся гущу, хорошо разминают, чтобы размельчить нерастворившиеся крупные кусочки мела и снова зе. И снова заливают водой, размешивают и опять процеживают процесс, этот повторяют несколько раз, после чего оставшийся песок и камешки выбрасывают. Сосуд вымывают процеженную жидкость, снова размешивают и через 1-2 минуты осторожно переливают в сосуд. Через марлю, не давая проникнуть осевшим песчинкам песок, оставшийся на дне, следует выбросить этот процесс переливания, повторяют до трёх-четырёх раз. После чего белую жидкость оставляют отстаиваться, через сутки мела сядет на дно сосуда, вода сделается прозрачной, и её следует удалить, не тревожи мела для этого делают из марли жгутик и один конец его опускают в сосуд с мелом так, чтобы конец его доходил до мела, а другой конец опускают в пустой сосуд. Через несколько часов вода перельётся в пустой сосуд, мел высушивается, и таким образом получается мягкий кусок чистого мела. Легко растворимого можно использовать кусковой мел, его надо натереть на тёрке, отмучить, так как в куске могут быть и песчинки, и земля, и уголь не годится искусственный мел, хотя он и очень тонкий. Для грунта можно использовать и зубной порошок, но только детский, ни в коем случае нельзя брать другой сорт. Например, особый, где есть такие добавки, как сода, если сода попадёт в грунт, то обычно под красками грунт начинает кипеть, пузыриться, поднимается кверху, что делает работу невозможной. Другим материалом при подготовке доски является паволока, это название связано с понятием наволакивания. Поволакивание, заволакивание, доски под левка с тканью паволокой называется льняная или пеньковая, но обязательно редкая ткань, чтобы под ней не задерживался воздух при наклеивании на доску пригодной и марли лучший прочный сорт паволоку. Называют иногда, серпянкой, совсем непригодны цветные ткани для наложения грунта на доску нужна деревянная, стальная или костяная лопатка, такие лопатки определённой формы называются шпателями. Клепиками или гримками, старые названия для заглаживания грунта употребляется пемза, которая бывает двух сортов. Один это лёгкие, темно-жёлтого цвета, ноздреватые камни, легко ломающиеся и крошащиеся перед работой крупный камень надо расколоть сахарными щипцами или ножом или, лучше, распилить лобзиком, можно и обычной ножовкой, так, чтобы получить кусок не более спичечного коробка, когда куски будут расколоты, их надо потереть один о другой, с тем, чтобы выровнять поверхность, которой придётся работать после этого пемзу следует хорошо промыть в воде, чтобы несколько сошла жёлтая пыль, окрашивающая грунт. При заглаживании. Крошки пемзы, остающиеся после распиливания и при обработке кусочка пемзы, следует собирать их, надо размельчить и хранить в баночке, ими пользуются вместо резинки при нанесении рисунка на грунт. Резинка при исправлении ошибочных линий их только размазывает и пачкает грунт, тогда как порошок пемзы их быстро снимает. Стоит только опустить палец в порошок и протереть нужное место второй сорт пемзы. Лучший по качеству представляет собой белые, лёгкие, прессованные кирпичики, которые также следует или раскалывать, или распиливать до нужной величины эта пемза совсем не изменяет цвет грунта. Для окончательной шлифовки левкаса нужна наждачная бумага средней и мелкой зернистости.